Всем привет дорогие друзья, с вами Элюха Зверио. У меня в гостях LG G2 и я готов вам про него рассказать. Я им попользовался некоторое время и блин, это крутой аппарат. Начали! Бонусы всем подписчикам при покупке в самом дружелюбном магазине гаджетов macov.net О, LG, боже мой, что ты со мной делаешь? Мой айфон уже переворачивается, там лежит и хочет обратно ко мне в руки, но... Ах, LG, боже мой. Итак, давайте пройдемся по коробке. В комплекте идет зарядное устройство в сеть и наушники, ну и соответственно сам аппарат. На задней стороне коробочки находится вся информация, все технические характеристики, которые вы хотите знать про LG G2. Здесь на самом деле есть на что посмотреть. А теперь непосредственно давайте перейдем к самому телефону. Тонкий, стильный и необычная клавиша включения и регулировки громкости. Ну что, ребят, это белоснежный конь. Он красив, он функционален, в нем просто собрали все самые офигенные функции, в том числе оптическую стабилизацию в камере, на фото и на видео. Вот за это просто огромнейший лайк. Сейчас вы поймете, почему я его так хвалю. Здесь классный дисплей и он очень быстрый. Давайте окунемся в технические характеристики. G2 работает в стандарте 4G, 3G и 2G. Аккумулятор в нем встроенный, 3000 мА. Его будет хватать на 800 часов в режиме ожидания. По размерам в миллиметрах толщина у него 9,1. Вес у него вышел 143 грамма. На левом торце находится разъем под микросимку. На задней части находится основная камера на 13 мегапикселей с оптической стабилизацией изображения. Ребята, это круто. Либо профессионально она называется OIS. Справа находится светодиодная вспышка, а ниже находятся клавиши управления громкостью и клавиши включения и отключения аппарата. Как заметен, на правом торце нет никаких клавиш, они все сзади. Сверху тоже нет механических клавиш, а есть инфокрасный порт и микрофончик. Снизу находится справа динамик, слева находится микрофон, еще левее находится джек 3,5 и в середине находится разъем microUSB. Дисплей. Дисплей шикарен, 5,2 дюйма, Full HD IPS матрица и 423 точки на дюйм. Блин, это круто. Разрешение 1920 на 1080 пикселей. Внутри используется Android 4.2.2 Jerry Bean и процессор 4-ядерный 2,26 ГГц. Qualcomm Snapdragon 800. Ребята, он рвет все. По памяти быстренько. Кооперативная память 2 ГБ и встроена 32 ГБ. Из плюшек еще есть Bluetooth 4.0, NFC и Wi-Fi ABGN и AC. Ага, я вас заснял, заснял я вас. Сейчас вам покажу все внутренности, как он работает и я опять буду его хвалить. В Antutu Benchmark набрал 32676 очков. Итак, начнем. Дисплей шикарен, 5,2 дюйма, вылезает все и вся, отображает все и вся. Давайте покажу на примере видео. Здесь загружено два ролика, они называются «Вырви глаз». Я когда смотрел, мне хотелось, знаете, прям вплотную к глазам их прижать, эти видео, и рассмотреть все. Просто настолько замечательные видосы здесь выполнены. Короче, разрешение здесь просто чумовое. Кстати, мы можем здесь вот сделать потише. Как вы уже догадались, сзади клавиша регулировки громкости у нас находится, да. Давайте заново запустим, потому что это было окончание ролика. И сейчас у меня камера настроит цветопередачу, и смотрите. Ну, конечно, мы можем приблизить там, увидеть все прям в зуме. А полностью картинка выглядит вот так вот, и она просто шикарна. Ну, все, про дисплей я вам все сказал, это просто шик. Понятное дело, что все это сворачивается в маленькие видео. Мы можем выходить по телефону, гулять, и при этом смотреть фильм, либо клип, настраивать прозрачность этого окошка. Также при помощи вот таких фишек мы можем, смотрите, называется, называется Quick Slide. Здесь приложение, которое работает в этом режиме. То есть, к примеру, телефон, смс, календарь. К примеру, из таких прикольных плюшек еще есть Quick Memo. Что такое? Можно запускать отсюда, можно запустить прямо вот здесь вот. Бац, нажимаете. И выделяем, к примеру, вот эту программу, пишем, что это там щит. И можно сохранить и отправить кому-нибудь. То же самое, мы сохранили карту, отметили, что мы здесь. Либо стрелять сюда. Вот, сохранили и расширили. Куда угодно выложили. Дальше. По динамику. Значит, музыка, настройка, звук вот здесь вот. Но динамик такой, он находится справа, если его закрыть, то вообще ничего не слышно. Он очень пищащий, нету каких-то низких частот, но мне динамик не очень понравился. Вот, вообще вот эта клавиша, при разговоре, конечно, это удобно, ты пальцем там что-то чувствуешь, но приходится перестраиваться после того, как уже все телефоны оборудовали вот здесь вот клавишами увеличения, уменьшения, либо справа, то вот здесь вот, ну, под вопросом. Конечно, да, необычно. В серединке клавиш включения-выключения, она умеет моргать диодами. Она такая, белый диодик. Вот, еще диоды располагаются вот здесь, вот они нас предупреждают о всяких там пропущенных вызовах. Их можно включать-выключать, они у нас находятся вот здесь вот, видите, LED. Включить-выключить. Дальше. Закрываем. Давайте запустим игрушку, по примеру, Real Boxing. Да, я в ней уже поиграл, но, что, обычно идет-идет, ничего не глючит, не тупит. Вот, насчет производительности, ну, да, здесь 2,26 ГГц, Snapdragon 800, ну, это круто. Вызывают одни только положительные эмоции при работе с этим аппаратом. Вот, мне понравилась еще фишка здесь засыпания и очухивания, сейчас вам покажу. Ну, двойным тапом, когда на менюшке. Так, 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 ну, ладно, долго задерживаться здесь не будем. Я думаю, все в нее уже играли. Конечно, бокс, бокс. Ладно, все, сворачиваем. Так, диспетчер-приложение, ну, все знают, находится вот здесь вот. Здесь запущенные открытые приложения. Давайте мы вернемся обратно. Вот, насчет блокировки, смотрите, можно либо нажать сюда, понятно, он заблокируется, нажимаем, он разблокируется, и вот так проводим. Можно сделать так, двойной тап, бац-бац, он засыпает. Ну, соответственно, это можно все отключить. И бац-бац, он просыпается, и мы его разблокируем. Ну, довольно-таки удобно сделано. Насчет камеры хочу с вами поговорить. Мне понравилось, ну, не то, что 13 мегапикселей, здесь нормальные фотки выходят на 10 мегапикселей. А почему так? Ну, заходим в настройки и, к примеру, выставляем настройки где-где-где. Вот, 10 мегапикселей, он у нас, ну, 16 на 9. Если мы выставляем 13 мегапикселей, 4 на 3, ну, мне не нравится потом обрабатывать фотографии на компьютере. Ну, видите, уголки, то есть квадратные будут. Я думаю, все уже в курсе. Вот, понравилась тема такая, сейчас, с режимами. Значит, смотрите, основные режимы на основной камере их вот сколько. Плюс есть клевый режим VR-панорама, то есть 360 вообще. Не только там влево-вправо, но еще вверх-вниз. Полностью вокруг себя можете круг создать. И есть несколько режимов, которые поддерживаются на фронтальной камере. Давайте я покажу. Ого, привет. Здесь три режима. Обычный, красивое лицо и ночь. Мне вот очень понравился режим красивое лицо. Правда, оно не очень красивое. Вот сейчас вам покажу мое красивое лицо. Я себе сегодня фотку. Вот. Режим красивое лицо. Что? Да, это Илюха. Так, давайте выйдем. И вот режим крутой вот этой панорамы. Вот у меня получилось... Так, нужно открыть его вот так вот в программке. Вот такая вот у меня красивая панорама получилась. Я фоткал сверху-снизу. Но у меня не особо, конечно, получилось. Вокруг. Видите, у меня двойную руль. То, что я сначала вправо пошел, потом влево пошел. И вот такая вот канитель получилась. Если заморочиться, то выйдет даже очень неплохо в этой программе. Мне нравится подход компании LG. Ну, конечно, не они первые, может, это придумали. Выносить функциональные клавиши с панели на дисплей. Ну, это разумно. Тем самым, когда они тебе не нужны, место увеличивается. И смотрите, какие сделали. Ой, чуть не упал. Маленькие зазоры между экраном и боком телефона вообще просто минимальнейшие. Но выглядит очень-очень внушительно. Я, как владелец айфона, я вам заявляю, что этот аппарат крутой. Да. Но поменять сейчас айфон 5 на, к примеру, LG, я просто, может, морально не готов. И все. Если вы задумывались на покупку, к примеру, такого телефона, то это будет суперски. Давай сейчас пропустим. Ну, не знаю, в ГТА-шку так, вам быстренько покажу. Вот. Понятно, датчики приближения. Ну, фронтальная камера фикснее. Все понятно. Здесь ничего нету. Сверху есть управление телевизором и всеми устройствами, которые поддерживают, ну, инфокрасные порты, типа, инфокрасные пульты. Так, вот она, наш чувак бежит. Ну, давайте, все, не в машину. Па-пам-пам-пам-пам-пам. Газу, газу давай. Отлично, я выиграл. Так, давайте теперь перейдем к изучению вот этой функции как раз с инфокрасным портом. Так, Miracast, Bluetooth, данные, QuickSlide, QuickRemote. Вот она. Вот, можно управлять своими устройствами. Телевизоры, Blu-ray, DVD, конечно, всей фигней. Добавить пульту, после этого вообще никаких настройок не нужно. Ты выбираешь свой телевизор, нажимаешь на него, нажимаешь, ну, включаешь свой телек и, к примеру, вот Sony Bats. И просто направляешься, нажимаешь сюда. И он тебе работает, нет? Работает. И все, после этого управляешь. Суперски вообще тема сделана. Ну, как всегда, находится здесь поиск Google, здесь вот Mema. И, в принципе, наверное, и все, что я хочу сказать про этот аппарат. Работает быстро. Мне понравилась вот эта вот фишка еще. Очистить оперативную память. На iPhone такого нет, к сожалению, бац, быстренько все очищено. Круто, блин, ну, что сказать. Ну, смотрите, ребят, еще несколько слов про камеру. Я, как видеоблогер, мне понравилась такая тема, что не увеличивается изображение. Смотрите, сейчас у нас стоит фото. Кстати, много точек фокусировки. Их здесь 9 штук. Вот. И оптическая стабилизация. Оптическая стабилизация изображения. Это вам не хухры-мухры. Вот, ладно, там фото мы сделали. Вспышка без вспышки. И, смотрите, переключаем на видео. У нас ничего, картинка не увеличивается, записывается так же. Вот, мне кажется, вот этого и не хватает, к примеру, в iPhone. То, что на фото, к примеру, я когда iPhone беру, выставляю, типа, о, круто выглядит. Переключаю на видео, и картинка вот так вот увеличивается. А мне это не нужно. А вот здесь вот все идеально. Ну, давайте попробуем для примера записать. Привет, ребята, как дела? Вот, оптическая стабилизация. Па-па-па, пара-па-па. Не знаю, зачем я, конечно... Так, да, давайте остановим. Зачем я звук еще проверял? Ну, ладно. Проверим заодно и звук. Так, сделаем погромче. И давайте нажмем play. Вау. Ну, трясучка, обычная трясучка. Ну, конечно, все будет уже на фотографиях лучше всего видно. Вот. Ладно, ребят, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого замечательного телефона. Мне он показался очень привлекательным. И у меня, в принципе, большие экраны все больше и больше подкупают, я вам скажу. Вот чего. Пишите в комментариях, что вы думаете. Подписывайтесь на новые обзоры. И спасибо, что вы у меня есть. Спасибо, что смотрите. Все, ребят. Всем спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok